Обильные осадки, пролившиеся недавно, внесли свои изменения во вседневную жизнь. Придворовые территории нашего района, включая поля и огороды, оказались затопленными. Однако, благодаря сотрудникам администрации района Кашхаблского сельского поселения МЧС, было обеспечено единство и помощь в устранении последствий стихии. В результате выпадения обильных осадков с воскресенья на понедельник очень резко поднялся уровень групптовых вод на территории Кашхаблского района. Особенно ощутимо эти явления наблюдаются на территории Кашхаблского сельского поселения. Улицы, которые расположены за железной дорогой, это привокзальная, вокзальная, интернациональная, большое стояние грунтовых вод, и в 10 домовладениях у нас было стояние воды в дворовых территориях. Начиная с понедельника, совместно с администрацией сельского поселения, начались работы по отводу дождевых стоков с территории сельского поселения. Основная часть работ была выполнена у нас во вторник, 6 февраля. Были привлечены силы и средства территориальной подсистемы РСЧС. Было задействовано 3 экскаватора типа «Петушок», которые прорывали кюветы и отводили воду от домовладений. Также было использовано 4 мотопомпы, которые работали на откачке воды из придомовых территорий и из кюветов, которые были наполнены водой. Всего было задействовано 6 единиц техники и 15 человек личного состава. Сегодня работы продолжаются. Опять-таки проводятся работы по улице вокзальной, привокзальной, интернациональной. Ведутся работы по откачке и отводу воды. На сегодняшний час, на 13 часов, территория домовладений сошла полностью. К счастью, в дома вода нигде не заходила, ни в одном домовладении. Вовремя были предприняты меры по недопущению попадания этой воды в домовладение наших граждан. Кроме того, сегодня в 2 часа 30 минут мы получили экстренное предупреждение от главного управления МЧС России по республике Адыгея о том, что наблюдается очень сильный подъем воды в реке Фарс. На гидропосту станицы Дундуковской он уже достигал уровня неблагоприятных отметок. Вовремя мы собрали свою оперативную группу, отправили к месту возникновения возможной чрезвычайной ситуации, провели обследование совместно с администрацией Дмитриевского сельского поселения. Прибыл глава района Хамир Забзауров Скорбевич, который принял решение о введении на территорию Дмитриевского сельского поселения режима повышенной готовности. Режим повышенной готовности был введен. Основная работа заключалась в мониторинге состояния уровня воды в реке Фарс и недопущении выхода ее из берегов и подтопления населенных пунктов. Значит, была приведена в готовность система оповещения населения на случай чрезвычайной ситуации и были в готовности силы и средства для предотвращения чрезвычайной ситуации. На сегодняшний час, на 13 часов, вода в реке Фарс стабильно уменьшается, уровень падает. И в связи с этим главой администрации района было принято решение об отмене режима повышенной готовности на территории Дмитриевского сельского поселения. Но глава поселения все равно получил задачу продолжать мониторить ситуацию паводковой на реке Фарс. По другим водотокам основным в нашем районе, это и Лаба, это и Чехрак, и река Ходз, повышения уровня воды критического не наблюдалось. В Игнатьевском сельском поселении очень большой поток, вот вчера, 6 февраля, шел с горы. Но тоже он подтопил один огород в одном домовладении и больше напрямую входил в реку Чехрак, и больше никаких повреждений он не причинил. Силы и средства территориальной подсистемы находятся в готовности. Оперативная группа готова к принятию решений. В случае ухудшения погодных условий будем принимать все меры по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций. Но, к счастью, прогноз погоды благоприятный, дожди пока не прогнозируются. Я думаю, за это время у нас и уровень воды в этих реках, и особенно на Фарсу, он у нас снизится. И опустятся грунтовые воды, я думаю, что у нас будет все нормально. Администрация района во главе с Сауром Хамирзовым держит ситуацию под контролем.